решила включиться ненадолго опять видео и сюжетов думаю почему бы не снять еще один нашла свой красивый красивый топ нашла юбку в которую буквально пару месяцев назад я не при запад сейчас она на меня хорошо села хорошо сидит вот иду в озон заказала еще одну полочку небольшую такую ну в общем покажу вам потом есть мысли на нее тем более нужно было использовать баллы которые накопились в этом магазине сейчас как-то раньше были просто баллы озон при любой покупке ну практически при любой а сейчас начисляют баллы магазин где покупаешь и конечно же их использовать можно только там ну посмотрела писалось там сто чем-то баллов при покупке там они не сразу списываются как-то какая-то части думаю за 400 рублей почему бы не купить эту полочку вот ну и заодно немножко пообщаться с вами лицом показать этот топ про который вы может быть уже забыли на канале есть мастер-класс по моему даже подробный не помню как я его назвала этот топ розовый фламинго по моему в общем наберете на ю тубе елена ситникова топ розовый фламинго и вы найдете эти видео кому интересно топ связан мотивами из остатков пряжи ну вот так вот я собрала остаточки пристроила и получилась вот такая красивая вещь я уже пока дошла до парка очень много увидела на себе взглядов сейчас может быть ой какая тема интересная подошла как раз к этим качелям где всящие эти полумесяцы красивые розовые петуньи которые как раз под цвет моего топа смотрите как красиво смотрится может быть сделаю сейчас пару футок на заставку тачка моя упала беру тачку потому что нужно зайти кое-что купить в магазине шуры помидорчиков может быть куплю шашлык приезжает сегодня завтра пожарим и посидим опять душевно в зоне отдыха в общем покажу приду покажу вам эту полочку она не обработана ее нужно будет покрыть морилкой тем более она в разобранном виде вот ну и смотрите сюжеты которые я снимала для вас я думаю что вам будет интересно сейчас попробуем не останавливать видео и здесь скамеечка поставить селфи палку немножко показать вам себя ну так скажем ловись рост вот так вот я сейчас выгляжу 10 килограмм по моему минус вот пришлось много поработать в общем я поняла если проблемы с лишними килограммами для меня помогает не диета а хорошая физическая нагрузка ну может быть и в плюсе и то и другое но я не придерживалась диеты я просто по-русски пахала а вот поэтому результат конечно же радует результат и построение и результат конечно во дворе то что уже у нас вырисовывается ладно буду пока отключаться вот немножко включилась пообщалась дальше смотрите другие сюжеты приехал ко мне опять щебень мужчина мне привозил него так хорошо прижался в прошлый раз прям видите застелила я пароизоляцию так хорошо прям собирается весь щебень до до дра и земля чистая потом остается вот сейчас он развернется и выгрузит в общем сегодня у нас солнечно хорошая хорошая погода у меня грандиозные планы маруська там сидит тоже наблюдает маруся ты тоже смотришь наблюдательный пункт у тебя да интересно у нас на следующей неделе лёша смотрел плюс 32 я в шоке не знаю как я буду переносить эту жару а вот вот сейчас надо вот этот кирпичик убрать мы будем выгружать молодец отлично прям будет будет хорошо да прям отлично вот может мне еще застелить один слой не на землю не не выпадет нет нет у меня видите здесь застеленной может быть еще одну пройти сейчас застелить хватит ну хорошо ммм мм Продолжение следует... 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 мне там писали что семена упадут все затянет ну я особо он же и в том году у меня уже рос вот я особой агрессии от щавля не вижу более того еще его и тяжело вырастить ну изначально то есть семена плохо всходят и так далее вот так что но вчера все равно срезала убрала здесь тоже теперь порядочек вчера еще ведерко огурчиков собрала еще закрыла не увидела или вырос уже прям в этом году огурчики радует хороший иди сюда прям много нацеплялась будем будем кушать вот еще они прям вчера я его или не видела или он уже вырос подрос пчелки вот трудятся трудятся так что уже здесь тоже порядок вырисовывается очень хороший лук в этом году у меня смотрите какие головки прям весь хороший но я его в мае поливала вот если вы помните ли это вообще дождливая но май был очень сухой когда луку вот дымарит пришел дымарь пошли кушать в общем в мае было сухо целый месяц без дождя я его конечно поливала лук вырос отменный ой катается пошли кушать пошли тебя покормлю или тебя миша уже покормил миша приехал трудиться там над крышей стучит работает ой но видно что он не это ой как хорошо тогда дымарик как хорошо вот хорошо бы было если бы ты мне дал хвостик твой посмотреть а может там помазать надо или зажило кстати у маруси когда она к нам орала в окошко еще не жила у нас у нее тоже была проблема с хвостом тоже какая-то болячка была но вот она как-то сама собой прошла у нее может и у дымаря так вот по моему я сейчас не вижу вроде хвост чистенький дымарик ты даже кушать не просишь тебя миша покормил и рыжуля вчера не приходила и дымарь я вижу что не голодный пришел показаться поздороваться но кушать он не будет миша их кормит вот теперь далехоз смотрится красивенько козел я отсюда тащила ну в общем пока любуем любуюсь только далехозом когда-то здесь будет красиво и мельницу хотим мы сделать и может быть водопадик и роза зацветут и другие цветы вот здесь всего будет друзья цветах будет красота неимоверная как огурцы положу сейчас положу сдачу я брала с запасом деньги сколько будет стоить не знаю точно так посмотрите какой столик я сделала это прям красота я этот столик называю кусочек из москвы это то столешница я говорила под раковину под мойку вырезали нет это вырезали под плиту варочную вот и этот кусочек долго долго с двенадцатого года стоял у меня в москве на балконе до двадцать первого года и потом при переезде я его захватила и ведь правильно сделала а вот так смотрится этот столик столик из реек я там вам включил моментик как я это все собирала ну покажу не все но покажу часть это обычные речки купленные в доке брус 1 на 4 называется это рейка по 30 рублей лёшку покупал этот брус сюда пошло 5 рек но две полосочки из остатков если бы без остатков но здесь вот шовчик вот видите практически его и незаметно вот здесь шовчик и вот здесь шовчик то есть две речки у меня из кусочков получились а так ну еще одна рейка по-хорошему нужно было бы если бы она у меня была я бы не стала из кусочков делать ну а пока поскольку у меня не было шестой рейки я сделала вот две речки из кусочков собрала столик уже покрыт морилкой и лаком я вчера еще и лежак покрыла второй раз лаком и покрыла лаком вот этот стуль вот совсем по-другому вообще другие ощущения при касании вот вода стекает в общем красота кресло очень-очень удобно да все удобно лежак удобный теперь вот есть столик сейчас я его переверну и покажу вам как он смотрится с другой стороны то есть стол трансформер хочешь дерево хочешь вот такую столешницу которая не боится влаги его спокойно можно оставлять под дождем вот вот такая столешница я же говорю кусочек из москвы память о нашей жизни московская все-таки 23 года мы там прожили вот вот так выглядит столик здесь видите торцы я закрыла тоже рейками все на клей посадила в принципе я посмотрю как будет себя вести столик после дождя после влаги а можно и на мебельные гвоздики посадить вот эти рейки вот но сейчас здесь все держится на клей титан очень хороший клей в общем вот так смотрится столик с другой стороны согласитесь дерево конечно же красивее вот так мне нравится больше и вот по этому же принципу я хочу сделать и вот этот стол стол кстати очень добротный ножки здесь металлические кстати очень хорошо ножки гармонируют с со стойкой в зонтике с вот этой держателем зонтика а под клеенкой там не очень хорошего качества столешница 100 у икея ну как не очень хорошего он хороший был стол он стоял улюши в квартире потом лёшек захотел такой же купить ламберный как здесь чиплыгине а этот перекочевал сюда и этим столом я штукатурила на этом столе я штукатурила вот эту вот стену и он иногда но попадал под дождь поэтому столешница немножко взбучилась и требует реставрации то есть мы опять купим вот эти рейки и я таким же способом отреставрирую вот этот стол зашлифую шлифмашинкой вот эти бугры которые вздулись и также приклею речки из торца и по столу вот можно клеенкой покрывать но дерево все-таки это дерево друзья это совсем другие ощущения при касании но это 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 классно это круто вот так что посчитаем сколько нам рек нужно на этот стол купим и я его отреставрирую и тогда уже будет полный красивый комплект который мы купили стулья и лежак и зонтик а два стола это мы довели до доведем до ума я уже в ближайшее время этим займусь и конечно же потом вам все это покажу захожу в дома тут стоит вот этот клей титан он еще называется атлет это одно и то же что титан что атлет ну чтобы вы имели представление как выглядит бутылочка может быть кто-то из вас захочет заняться вот таким рукотворчеством рукоделием ну что друзья показываю вам промежуточный момент надеюсь на свою камеру может быть я оттуда вытащу какую-то информацию как я это делала не обижайтесь на меня здесь ничего сложного просто вырезала рейки кстати рейки очень дешевые в доке душа говорит что это остатки по 30 рублей я не знаю по моему два метра там включила себе музыку здесь у меня колонка но она меня уже не устраивает хочется что-то помощнее и сегодня я этим займусь выбором колонки может быть с караоке хотя я петь не умею но уж терпите терпите что называется я не буду злоупотреблять но иногда хочется значит вот эти рейки это брус называется 4 на 1 то есть 4 ширина сантиметр толщина я вырезала увы унесла стусло я думаю что вы знаете кто этим занимается что это такое это у меня колонка сходит с ума коннект просто просит соединение с сервером я отключила пока музыку слушала и леонтьева и ваингу и виталия аксёнова шансон в общем все что мне нравится включала музыку и вот здесь работала значит вот такая красота у меня получилось представляете вот эта столешница вернее кусок столешницы это знаете как напоминание о нашей московской квартире даже в том 2012 году это было очень очень дорого она не подвержена влаги для меня был это самый важный показатель она ударопрочная сейчас я не могу показать вам в разрезе но как-то когда не был готов вот этот столик а если так это можно назвать вы видели разрез вот и вот этот кусочек кусочек москвы который у меня остался уже в нынешнем доме это не ностальгия но это скажем так память память о тех двадцати трех годах которые я прожила в москве вот осталась у меня вот такая остался вернее кусочек вот этой столешницы который я переделала в столик для нашей зоны отдыха ну и конечно же я буду об этом вспоминать столик получился двусторонним то есть вот здесь вы видите саму столешницу вот можно и вот так применять если предполагаются какие-то там жирные пятна ну может быть я захочу на этом лежаке что-то съесть ягодная там или я не знаю что-то жирное можно применить вот эту сторону если же это там просто кофе или какой-то легкий завтрак вуаля переворачиваем на другую сторону и здесь получается уже релакс здесь я все видите торцы я оклеила рейкой вот этой по 30 рублей из доки лёша купил пять штук и увы мне не хватило на всю столешницу чтобы оклеить у меня здесь вот здесь две речки это видите только вы вот шов с одной стороны и вот здесь шов с другой стороны мне хватило чтобы сделать вот такой прекрасный столик который сейчас я покрою морилкой и потом покрою лаком изначально я планировала этот столик как-то сделать стационарным то есть прикрутить к этому стулу на котором он стоит а потом решила зачем мне это надо во-первых у меня теряются сразу два положения стола то есть с одной стороны и с другой и он стал достаточно тяжелым и его можно просто применять вкладывая на что-то ну вот как сейчас на стол и просто использовать как столешницу в разных вариациях и также это можно даже поставить вот на песок убрать стул и поставить на песок можно даже сидеть на этом столике то есть как подстилка под пятую точку в общем я как вы знаете я люблю трансформеры столик не исключение я не буду его прикручивать к столу и стол можно использовать как стол без дыр и столик можно использовать в разных вариациях с одной стороны и с другой в общем сейчас я покрываю это все морилкой чтобы это гармонировала со всей нашей садовой мебелью ну и потом покрою лаком и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok